В природе встречаются события, которые нам кажутся случайными, или которые удобно представить как случайные, для решения различных прикладных задач. В любом случае, когда речь идет о случайном явлении, то в математике его сначала нужно обозначить, то есть формализовать, а уже потом выполнять с ним различные математические преобразования. В теории вероятностей случайные события принято обозначать большими латинскими буквами. Например, А. Выпадение орла при бросании монетки. Или Б. Появление числа 4 при бросании игрального кубика. Или Д. Сегодня пойдет дождь. И так далее. И у этих событий есть одна важная характеристика. Степень их случайности, которая называется вероятностью их появления при проведении эксперимента. Вероятность события обозначается буквой П. И в скобках указывается то событие, с которым оно связано. Например, П от А говорит о том, что мы определяем вероятность появления события А в том или ином эксперименте. Данная характеристика может меняться в пределах от 0 до 1. Если П от А равно 0, то это значит, что событие А никогда не появляется в ходе проведения эксперимента. Если же П от А равна 1, то это говорит о том, что событие А всегда появляется при проведении эксперимента. Чаще всего значение вероятности события лежит между этими двумя крайними значениями. Например, при подбрасывании монетки можем выделить два события. Событие А. Появление орла. И событие В. Выпадение решки. Учитывая симметричность грани монетки и исходя из закона физики, будем наблюдать в половине случаев появления орла, а в половине появления решки. Тогда вероятности этих событий очевидно равны. В. П от А будет равна 1,2 или 0,5. П от Б тоже будет равна 1,2 или 0,5. Другой пример. Бросание игральной кости. Здесь можно выделить такие события. Событие А. Выпадение числа 3. Событие В. Выпадение числа 6. Так как у кубика 6 граней и все они симметричны, то получаем вероятности. П от А равна 1,6. А П от Б также равна 1,6. Если определить вероятность из позиции здравого смысла не удается, то в общем случае, чтобы рассчитать вероятность какого-либо события, необходимо провести бесконечное число экспериментов и определить, в какой доле от этих экспериментов произошло наше событие. То есть определить вероятность последующей формуле. П равна пределу отношений числа событий, когда произошло наблюдаемое событие А к общему числу экспериментов, когда общее число экспериментов стремится к бесконечности. Так как реализовать бесконечное число экспериментов невозможно, то на практике ограничивается некоторым число, и чем оно больше, тем будет точнее экспериментальное значение вероятности. То есть экспериментальное значение вероятности можем посчитать по такой формуле. П экспериментальное равна отношению числа экспериментов, в которых произошло наблюдаемое событие А, к общему числу экспериментов. При этом считается, что минимальное число экспериментов n, при котором можно доверять полученному экспериментальному значению вероятности, должно быть не меньше 100. То есть n меньше либо равно 100. Таким образом можно заключить, вероятность определяется либо из начальных соображений, как вот в этих двух случаях, либо, если первое невозможно или затруднительно, то на основе экспериментов.